я удивлен что некоторые из вас вообще обо мне помнят потому что в комментариях нет нет да проскальзывают такого рода фразы кадрикс куда ты потерялся тебя целый месяц не было обо всем по порядку за этот месяц много чего произошло и как моей жизни так и в игровой индустрии но у нас естественно больше всего волнует только то что касается у нас любимого нами с вами battlefield а я за этот месяц очень много изменил свою жизнь во первых я переехал и я выкладывал для тех кто следит в инстаграме за мной фото моего нового рабочего места ну вот вот там не смотрите на черный провод системе но к сожалению строитель розетку сделали именно вот не знаю для кого она там эта розетка нужна ну не суть короче также у меня там очень большая загруженность на работе поэтому я не выкладываю ролики ну а самое главное это естественно не во что играть ну то что хотелось ранее уже выкладывал ролик который назывался кризис среднего возраста или как поменялись игры где рассказывал что спустя некоторое время мы перестаем играть в игры потому что игры стали уже давным-давно не те ну так вот однажды вечером посидев однажды это именно вчера в субботу а сегодня у нас воскресенье утро вы скорее всего завтра когда выйдет этот ролик я вдруг разобрал эту тему немного подробнее что со временем с возрастом люди делятся на две категории людей для тех кто начинает играть исключительно сингловые игры и им нравится консоли они переходят исключительно в оффлайна играют какие-то такие вещи ну потому что время на как ни крути со временем время со временем ну в общем время с возрастом как ни крути становится все меньше или же те кто уходит с головой в один проект какой-нибудь в тест не ворк в танкс полосдюти battlefield и так далее именно в один проект и все и кроме него ничего не видит таких примеров масса и я вдруг задумался какому типу людей отношусь я и возможно вы спроецировав на себя это тоже будете немного в замешательстве а может кто-то до сих пор играет во все в подряд потому что ему хватает времени и так посидев по кумеков я вдруг понял что ни к тому ни к другому лагеря от себя не отношу по нескольким причинам как я уже говорил что играть исключительно сингловые игры я не могу потому что они становятся длинными и выделив игре полтора-два часа день ты возвращаешься к ней через неделю и попросту забываешь что там происходит насколько бы не были простыми играми но однокнопочными или унифицированные у них модели управления об этом можно разговаривать еще целый ролик ты забываешь то что происходило ранее когда ты возвращаешься к этой игре через неделю именно по этой причине я не до конца так и не пошел beyond to souls detroit the home human те игры которые я прям хотел пройти но к сожалению их растягивают за вот эту минимально комфортную рамку 6-7 часов когда ты можешь одним залпом или за два захода пройти игру поэтому к игрокам которые возвращаются в синглплеер я тоже себя отнести ну как бы не могу далее поразмышляв я понял что я скорее всего отношусь к тем игрокам которые могут увлекаться одним мультиплеерным проект и таких примеров масса вы можете видеть люди которые уходят вортов тайминг сварфа и столбики в battlefield они вот просто уходят в один проект и только в него играет по нескольким причинам это сессионки которым не нужно каждый раз привыкать и вспоминать что-то ты там когда-то делал то есть у них принцип работы практически всех одинаковый ты выбираешь какой-то один продукт и проживаешь в нем условно говоря жизнь то есть ты играешь только в него тебе все комфортно тебе все нравится находишь там друзей ходишь на какие-то плановые войны сходки и в общем это как своего рода закрытый клуб который обновляется периодически если мы говорим о call duty который выходит каждый год или destiny которая выпускает какие-то дополнения через квартал или полгода и благодаря этому ты как бы приятно проводишь время тебе это не надоедает и плюс находишь себе друзей да я тоже очень люблю сессионочки вы об этом прекрасно знаете потому что они дают тебе удовольствие здесь сейчас и дают тебе удовольствие такое концентрированное ну так уж вышло что я люблю сессионок именно battlefield несмотря на то что я играл в call duty в destiny во что только там даже в варфейс пор был поигрывать все-таки battlefield это то что нравится мне и изначально это к чему я привык это с чего я начинал и то на чем я в принципе вырос да хотя вырос я имеют в плане канала потому что да все мы играли в counter-strike в куэйке и в прочие сетевые игры в компьютерных клубах но по факту вот именно сделав условно можно назвать свою популярность и востребованным был именно тот контент который посвящался именно battlefield вы прекрасно это знаете и постоянно его просит ну и к сожалению так вышло что разработчики и издатель electronic arts вообще по моему не представляют и не понимают что они делают сейчас франшизой начиная от фейковых новостей которые распространяли ранее о том что будет ремейк третьего battlefield ремейк робот компани или первого bad company потом анонс фейковые battlefield 6 и вся вот эта прочая ерунда до сих пор вводит меня и основной аудитории в замешательство что же будет дальше с battlefield текущий battlefield уже откровенно неинтересно играть потому что ну он он не интересен а возвращаться в старый battlefield и сколько бы я не пытался и сколько бы я вам не обещал пробовать стримить или еще что-то но к сожалению 4 battlefield попросту мертв по онлайну да есть там пару серверов но они обычно не в тот часовой пояс какой мне нужно вы знаете что у меня плюс 5 к москве или же он будет полот ботов а боты это то что я просто ненавижу и терпеть не могу админ и фото если вы смотрите вы прекрасно об этом знаете я вас ненавижу за то что вы запускаете сервер с ботами и тем самым портите впечатление новичкам которые приходят в данную игру купив ее на распродаже или в стиле кстати релиз в стиле не сильно исправил ситуацию был какой-то мгновенный всплеск онлайна буквально на некоторое время и потом это все опять сошло на нет скорее всего всплеск онлайна был только лис и лишь из-за того что люди купившие баклу в ориже не рассчитывали что придут люди стима но они как бы не пришли покупать не стали а вот этот фолл игра тоже которая мне очень нравится и симпатизирует онлайна довольно таки набрала много но к сожалению на сегодняшний день онлайн также спала и вот игру практически никто не играет и будет ли ближайшее время анон следующие батлы или вообще хоть чему-то посвященному battlefield до сих пор непонятно скорее всего нет ну может так случиться чисто в теории что электроник арт и разработчики возьмут и не сдвинут скажем так цикл своих релизов ну мало вероятно конечно что следующий battlefield запустят не осенью а весной ну по объективным причинам потому что осенью самый высокий спрос на игры потому что предновогодние зимние каникулы и реализовать свой продукт более успешно больше вероятности осенью хотя с другой стороны осенью выходит много проектов там и gta и call of duty и все знаковые игры выходят осенью поэтому перекинуть следующий battlefield на весеннее окно тоже было бы интересным экспериментом возможно если бы titan fox во время 2 вышел не осенью со всеми ааа тайтлами а весной это была бы совершенно другая игра и прожила бы немного дольше и успеха было бы у ней возможно тоже больше время покажет как я всегда говорю ему увидим то что увидим делать какие-то выводы и домыслы на основании каких-то фейковых новостей как вы уже поняли что разработчики могут и сами настралировать я считаю бессмысленно потому что что будет то будет если вы являетесь действительно человеком которому нравится battlefield я повторюсь человеком которому нравится потому что они его фанатиком или фанатом вы скорее всего дождетесь то что будет и сделаете собственные выводы не факт что это вам понравится но все-таки вы его дождетесь на этом у меня для тех кто спрашивал жив-здоров я или что-то в этом роде и кому-то это было интересно да все хорошо будут ли ближайшее время ролики возможно да будут но не факт что они будут формате проиграть на самом деле последний месяц я вообще пролежал под машиной опять же после детства грамм знает что я приобрел и так как мой город очень маленький и ремонтировать данные автомобили у меня ну скажем так есть проблемы потому что не все стой обслуживают европейцы в городе где 90 процентов автомобилей это японцы приходится вы ковыряться и делать все самому кстати вол очень сильно помогает ну и опыт того что я в детстве крутил гайки со своим дядей поэтому если хотите знать чуть больше можете подписаться на инстаграм посмотреть что там да как там происходит ну и я постараюсь опять же не обещаю что буду выкладывать контент регулярные а какие будут темы определить исключительно время и спрос и это не реклама это мой завтрак после утренней пробежки